Всем доброго времени суток, дорогие друзья и любители чёток. Ну и конечно же случайный зритель. Сегодня будем восстанавливать убитые в Зюзю наконечники. Я думаю, каждый задумывался о том, чтобы восстановить в своих любимых чётках наконечники. И вот я созрел для такого видео. Так что сегодня будем восстанавливать наконечники в моём любимом погоне. Ему около 4 лет, он пережил около 5000 падений. Но от этого я его меньше любить не стал. Так что, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее. А я начинаю наш процесс по реставрации наконечников. Для этого всего нам понадобится такая бормашина, шайтан машина. Маленький надфиль. В общем, наждачная бумага зернистостью в 600. Наждачная бумага зернистостью в 1500. А также белая паста Dialux, серая паста Dialux. Вот в такой коробке продаётся эта паста. Кому интересно, берите на заметку, дорогие друзья. Также нам понадобится муслиный круг диаметром 50 мм для белой пасты. И такой же самый для серой пасты. Ещё вот такой вот пыптык, которым я снимаю лишнюю пасту после окончания всех процессов. Итак, ну и конечно же стекло как для ровной поверхности. Тоже надо иметь такую вещь. Сейчас разрезаем наш погон. Делаем это всё аккуратно, не спеша. Чтобы не потерять звенья. Потому что потом нам нужно его будет собрать. На эту тему я сделаю тоже отдельное видео. Как собрать погон. Итак, берём нашу подготовленную наждачную бумагу, 600-ю. Выбираем наконечник, с которым будем работать. Один я оставлю в таком состоянии, в каком он был изначально. А второй отреставрируем, чтобы было видно разницу. Мочим наконечник и круговыми движениями снимаем первый слой. Небольшой слой у наконечников сверху и снизу. После чего нам надо сделать то же самое с ребром наконечника. Теперь берём заготовленную наждачную бумагу, такую нарезанную. И наматываем на наш надфиль очень плотно так. После чего нам нужно выровнять наши грани боковые. Ну и конечно убрать оттуда всякие вкрапления. В общем проходимся так надфилем по нашему наконечнику. Со всех сторон. Сбоку, сверху, снизу. В процессе отрываем лишнюю наждачную бумагу. После того, как у нас забилось основание, мы берём, отрываем и отматываем новую сторону чистую. И продолжаем работать уже чистой стороной. После чего берём эту наждачную бумагу, если она осталась, и зачищаем наш наконечник. Там, где у нас латунная вставочка. После чего берём наждачную бумагу, 1500. И повторяем процедуру. Снимаем ещё небольшой слой нашего наконечника, сверху, снизу. После чего то же самое делаем с ребром наконечника. Сейчас мы отрежем немножко наждачной бумаги, чтобы намотать на надфиль и пройтись боковые грани. Всё, погнали, погнали. Давай, давай, затирай, затирай. Молодца, Сергей. Повторяем, в общем, процедуру. Теперь всё это вытираем тряпочкой. Смотрим внимательно на наконечник. Если где-то какие-то ещё вкрапления остались, повторяем этот весь процесс. Так, теперь берём муслиный круг. В общем, в муслиный круг мы вставляем такой болт. Получается, главное, чтобы он не длинный был. Иначе бормашина его погнёт моментально. И зажимаем этот муслиный круг шайбами с двух сторон. И вставляем в бормашину. После чего наносим на наш муслиный круг серую пасту сначала. И всё это дело полируем. Уже что-то вырисовывается. Правда, дорогие друзья? Уже видно. Отзеркаливает наконечник. Теперь меняем круг. Наносим белую пасту. Диалюкс. Делаем ту же самую процедуру. Хочу заметить, в процессе полировки не нужно полировать латунь. Чисто полируем наконечник и обходим латунную вставочку. Латунную вставочку отполируем в самом конце. Это очень важно. Так, теперь у нас осталось немножечко пасты, видите, по бокам. Теперь я беру эту маленькую смешную насадочку и ей убираю лишнюю пасту. Параллельно немножко полирую. Я увеличу обороты. Вот когда муслинный круг, там на самой маленькой скорости. С такой маленькой насадочкой я включаю третью скорость. Это я уже взял полироль для фар. Самую дешевую. Сейчас наносим эту полироль для фар на наконечник. И этой щеточкой все снова проходимся. Уже щеточку эту видно в наконечнике. Финиш уже близко. Вытираем это все снова тряпочкой. И вуаля! Ну красота! Намного лучше, чем было. Не могу сказать, что как новый. Но сейчас мы увидим их в сравнении. Что было и что стало. Явно есть отличия. Правда, дорогие друзья? Уже и приятно смотреть. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также напишите, пожалуйста, под этим видео комментарий. Буду очень вам признателен. И поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Всем желаю хорошей жизни. Всем хороших четок. До скорого, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok